Валерий Александрович, конечно, я очень рад вас видеть. Спасибо, я тоже рад. Мы вернемся к глобальному историческому процессу. Глобальный исторический процесс нам представляется не как некое развитие, а как развитие различных цивилизаций, их взаимодействий и так далее. За последние годы, слава богу, опубликовано огромное количество литературы. Оказывается, славяно-русы освоили это огромное пространство, построили Великую Китайскую стену, чтобы защититься от набегов с юга. Сходили в Индию, образовали индийское государство в качестве жрецов и сохранили язык. Потом сходили в Европу, ставили следы в качестве интрусков и многое остальное. И тогда возникает вопрос. Вопрос к следующему идет. Не застряли ли мы на этапе угроз и опасностей, вместо того, чтобы перейти к формированию цивилизационного проекта, в том числе на базе достаточной общей теории управления, как бы мы ни относились, конечно, это вершина. Смотрим, общаемся. И второй вопрос, эти связанные. Правильно, надо готовить базу. Но давайте откровенно признаем, что вы упомянули, действительно, 17 лет назад в Политехническом музее было это событие, такое вдохновляющее. Но за 17 лет мы не сформировали кадровую базу новых управленцев, которые их понесут. Да, кто-то что-то почитал, кто-то что-то взял, а кадровой базы нет. Значит, нужно тоже подвергнуть анализу нашу практику, условно говоря. Почему она такая противоречивая? Почему, так сказать, даже наиболее такие передовые разработки в теории управления не дали нам того эффекта, который, в принципе, хотелось бы ожидать? Поэтому первый вопрос. Значит, надо ли и как, и почему переходить именно уже от безопасности к такой стратегии развития цивилизационного проекта? И второе, ваша оценка, почему мы не получили ту кадровую базу, а наоборот, смотрим все наши концептуальные движения, сплошные, так сказать, раздрои, раздраи, так сказать, противоречия, и целостного даже нет. Отвечаю, вы правильно сказали, у нас есть свои мифы, мифы. Я сказал, что Китай, там тоже есть свои мифы. Как мы можем проверить те мифы, о которых вы говорили? Мы даже, если начнем читать на русском сейчас языке, документы, если они не уничтожены, там, 900-летней давности, родовому человеку не разобраться. Поэтому мифы или реальность, это вот вопрос. Теперь насчет глобального проекта. Отвечаю, глобальный проект есть. Я не зря сказал, я не хочу сейчас эту тему развивать, хотя мог бы сказать, что группа, которая назвала себя внутренний проект, внутренний предиктор СССР, она фактически выполняет то, на что наши далекие предки по каким-то причинам не решились. В лице Андрея Первозванного России был предъявлен ультиматум от имени вот этих выживших атлантистов с их библейской концепцией. Либо вы принимаете, либо давайте свое. И хотя Русь не приняла христианство в первом веке новой эры, но она послала просто далеко и ничего не сделала. Мы считаем, что мы это сделали. И какой вам еще нужен глобальный проект, еще глобальнее, 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 где любые аспекты современного общества в области философии, социологии, экономики, педагогики, образования в самом широком смысле детально рассмотрены. Какой еще нужен глобальный проект? Он есть. Проблема его освоения. Теперь насчет кадровой базы. Я этот вопрос, Валерий Александрович, я слышал от многих. Его Кургинян задает. Вот 20 лет прошло, и где? Я удивляюсь, что те, кому он задавал, не могут ответить ему. Там и Стариков, и Гвоздьков-Девятов. А он там, что вы задаете эти вопросы. Вы. И куда бы вы ни приехали, в Литву, в Латвию, в Эстонию, в Молдавию, в Украину, первый вопрос, который вам зададут, а как вы относитесь к концепции общественной безопасности? Ответ какой? Я лично знаю Зазнобина. Для тебя они про Зазнобина спрашивают. Выразить никто не может. Нет, опасно. Это потому, что все они работают на библейский проект. Альтернативный. И нас это утверждает мысль о том, что концепции общественной безопасности альтернатива библейскому проекту. Что значит глобальный проект? Библия глобальный проект? Глобальный. Нужна ли им альтернатива глобализации? Нужна. Создана в России? Создана. И я убедился по аудитории Пекине, что по тому, как они реагировали, никто ведь не возразил, не встал, не начал вести там дискуссию. Потом был банкет. Все как-то жались. Там один японец подошел и просто спросил, кто у вас такой замечательный переводчик? Я такого английского никогда не слышал. Потому что Максим Никтоич приводил действительно замечательно. Все. А если бы это было нереально, они зубастые, они бы вцепились и поехало. Теперь в отношении кадровой базы. Валерий Александрович, ну неужели вы не понимаете, что подготовка кадровой базы никуда не делась? Она шла и идет. Я, может быть, в силу того, что на меня, хотя я частное лицо, очень много замыкается, вы даже не представляете, сколько в разных высоких кругах все знают ФСБ, в армии, в Думе. Вы знаете, что недавно фамилию забыл? В Думе заявил. Все законы должны сходить из концепции. Пауза. Я начну работать над концепцией. Он еще только начнет. Хотя в парламентских слушаниях все это зафиксировано. Но главное не это. Во всех структурах власти люди среднего возраста, старшего нет. Они готовы, они только ждут. Ко мне она обращается, что делать, может плюнуть? Ну, например, там в Газпроме есть, или банковский. Нет, ребята. Зачем? Ждите. Общество должно дозреть. И вот это, вылезти из окопа вперед, порвем рубаху на груди, и сейчас мы как матросы, все тихо-тихо-тихо. Вот. Интеллектуально, а я вам интеллектуально отвечаю. Вот этого не надо. Есть такое русское оружие, тихой САП. Вот этой тихой САПы, там не в окопах. Хотя САП это подкоп и потом взрыв противника. А в университетах, в молодежной среде, а как вы умеете этой работы? Вот вы на основе чего судите? Создается кадровая база? Нет. На основе чего? По результату, да? Только, а как вы можете? Пресса? Нет, сейчас, я не собираюсь заводить дискуссию. Ну, я же тоже срезы делаю. Молодежь, управляются разного уровня. Ну, наши срезы расходятся просто. И создаются молодежные группы, которые уже работают в неких правительственных структурах на местах. Там, в республиках, там, в регионах. А потом, Валерий Александрович, вот Кургинян, вот Стариков, там собирают, мы не собираем залов, я это вообще исключение. Вот так вот, это редко теперь бывает, я этого-то не хочу. Они собирают, и что? А ничего. Завтра я сказал, как-то, убери Кургиняна в телевидении, все даже забудут, кто такой Кургинян, с его сутью дела. А мы без пиара, я ведь, если я езжу только ради того, чтобы понять, а что там? Что в Молдавии? Что на Украине? В 27 городах есть. Это же что? Это все само создалось. Никто никакого ресурса, как Кургиня, как Кургиняна это не дал. В Азербайджане, в Латвии, в Эстонии, везде есть, но знаете ли вы, что в Европе зарегистрирована новая молодежная политика? Это те русские люди, которые живут в Германии, Франции, Бельгии, Голландии, почти во всех странах Европы. И зарегистрированы на основе их законов. И они имеют право на получение грантов и проведение конференций. В этом году они в Брюсселе провели только две конференции. Это не результат, а подготовка кадров и базы это не такое простое дело. Иначе мы получим в своей среде либералы. Сегодня вот была тут на встрече со мной там женщина одна. Она патриотка в кинематографе. Она говорит, что либералы сказали, мы знаем, раз уж патриотизм, мы сами знаем, как это патриотизм, а вы с вашим не надо. Вот мимикрировать, подстраиваться, поэтому лучше это делать без лишнего шума и официоза. И с развернутыми знаменами ходить на все эти демонстрации, тусовки, это напрасные траты времени. Это не выход из окопов. Это зарыться в новый окоп. Процесс идет, и мы, почему я сказал, у меня нет пессимизма, как у вас там. С Ивашовым, ну я с Леонидом Ивановичем уже беседовал, я с Леонидом Ивановичем беседовал два часа. Вот после встречи с ним у меня был точно пессимист. Думаю, ну, ё-моё, это глава патриотических сил. А что вы несете вместе с Ивашовым? Давайте создадим ополчение, и что, с развернутыми знаменами на Кремль пойдем? Все идет так, как надо. Тогда мы встретим четыреста год. Встретим, никуда не делимся.